В поселке Приокске 9 мая годовщине 75-летия победы в Великой Отечественной войне было установлено 12 единиц боевой техники. Министерство обороны России передало городу несколько танков, пушек и бронетранспортеров для того, чтобы создать парк военной техники. Местным жителям выставочные экспонаты очень понравились. Мимо боевой техники всегда гуляет много людей с детьми. Однако раритетную технику военных лет уже неоднократно портили хулиганы. Несколько экспонатов сильно пострадали. Для того, чтобы исключить подобные случаи вандализма, администрация города приняла ряд мер по усилению безопасности в парке. Администрацией города и префектурой совместно с благоустройством города прорабатывается проект о том, чтобы установить здесь освещение, установить камеры. Необходимо отметить то, что уже частично установлено освещение. На время, пока будут установлены камеры и будет полное освещение, усилили охрану данной территории с помощью дружинников. Дежурим практически постоянно. Одни приходят, другие уходят. Ходим по всей территории. Помимо дружинников, которые патрулируют парк в дневное время, увеличилось число полицейских патрулей. Сотрудники Московского отдела полиции каждые сутки несут дежурство на территории парка в целях сохранения порядка преимущественно в вечернее время. У нас очень хорошее взаимоотношение с нашими органами внутренних дел. Это четвертое отделение. Они к нам приезжают, мы с ними беседуем. У нас есть телефон и сразу дежурные части, если вдруг что-то. Отдыхающие парка положительно относятся к появлению постоянных патрулей сотрудников полиции и дружинников. Потому что некоторые были свидетелями того, как местные хулиганы портили раритетную технику времен Великой Отечественной войны. Сами гуляли здесь в парке, и я сама наблюдала, как молодежь подросткового возраста лазила на эти инсталляции, так сказать. Пришли подростки, начали тут все громить, крушить. Было очень страшно, поэтому мы ушли. Во время патрулирования дружинники следят за тем, чтобы военная техника соответствовала статусу музейного экспоната. Предотвращают любые попытки со стороны посетителей залезть на раритетную технику. В дальнейшем рейды будут продолжаться. Кроме того, в ближайшее время установят камеры видеонаблюдения по периметру парка. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».